Девушки отдыхают Сергей Гуров на сцене за просмотр! Да, меня зовут Сергей Гуров. Я действительно лет 15 работаю как дизайнер. И где-то лет 10 назад у меня произошло первое выступление. Меня позвали где-то в Москве, по-моему. И возникла идея, вообще вопрос возник. А что делать? О чем рассказывать? Не хотелось о чем-то просто интересном рассказывать, к примеру, какой-то макет. А хотелось прямо что-то важное. Что меня сегодня беспокоит? Об этом и рассказать. Я на то время занимался дизайном, получается, лет 5. И после долгих размышлений я придумал себе очень тупо наивную тему. Тема звучала, что такое дизайн. Я в первый раз за 5 лет задался вопросом, а кто я такой и что я, собственно, делаю? И насколько правильно я делаю? А если неправильно, то как правильно? А почему правильно? То есть по каким причинам? И, собственно, я начал об этом задумываться и пришел вот к такой, я это буду называть, дихотомии. То есть порядок и хаос. То есть если копать очень глубоко в дизайн, так или иначе, я во всяком случае столкнулся с такой штукой. Есть порядок, есть хаос. И для меня это была история абсолютно жизненная, бытовая. Потому что по большей части за все эти 15 лет я работал как фрилансер. То есть условно у меня есть мои какие-то компетенции, ко мне приходит клиент, который готов мне заплатить деньги за то, что я вот решу его какую-то задачу. И поскольку у меня, как у фрилансера, очень мало средств для какой-то выразительности, для своей работы, то есть я не агентство, мне приходится экономить, то я стараюсь всегда на уровне дизайна спроектировать таким образом, чтобы это все не развалилось в первые полгода. И как правило, это ничего, естественно, не получается. То есть как бы ты не планировал, как бы ты не проектировал какой-то дизайн, дизайн сайта или мобильного приложения, как правило, все равно все это встречается с некими внешними встречными событиями. То есть, условно, есть продукт, который я делаю, но этот продукт всегда будет существовать в каком-то контексте, который я совершенно никак не могу запроектировать и предусмотреть. То есть он абсолютно случайный. И получается, что вот есть часть моя, вот этот порядок, вот я проектирую порядок, там сетка какой-то, дизайн, макет, что угодно. И вот есть некий контекст, в котором это все будет существовать. То есть вот здесь мой дизайн сайта, а вот здесь редакция, менеджеры, верстальщики и вот все-все вот это вот прочее, что так или иначе делит мой результат примерно пополам. То есть в целом уже к тому времени, когда это было выступление 10 лет назад, я тогда понял для себя со стопроцентной отчетливостью, что если ты хочешь получить стопроцентный результат, то задумывай на 200%, потому что половина примерно где-то не выгорит, но зато ты получишь что-то близкое к 100%. То есть в целом ты будешь доволен. Но я, собственно, когда задался вопросом, а что такое дизайн, то вышел вот тогда на то выступление, и по факту все выступление свелось к такой позиции, что вот есть дизайнеры, наша задача создавать порядок. То есть мы создаем какой-то порядок, и тем самым мы отодвигаем вот этот хаос, то есть мы увеличиваем зону порядка, которая становится каким-то пространством для нашей жизни. То есть дизайнер создает вот этот порядок, вот эту зону комфорта. То есть, соответственно, дизайн — это создание порядка. На то время меня эта позиция очень даже устраивала. То есть она, во-первых, объясняла мне абсолютно все, что я к тому времени знал. Как создать универсальную систему с высокой вариативностью? То есть, во-первых, здесь важно то, что это система, и, соответственно, нужен системный, так скажем, подход. То есть сайт — это не что-то одноразовое или декоративное. Сайт должен существовать помимо нас. То есть вот вы его сделали, вот его в разработку отправили, и вот он должен существовать вне зависимости от вашего участия. С другими дизайнерами, с редакцией и так далее. То есть это система. При этом эта система не должна сломаться. Поэтому у нее должна быть достаточно высокая вариативность, чтобы предусмотреть вот этот контекст хаотичный, в котором будет существовать тот или иной продукт. И в целом меня все устраивало. Единственное, вот на этом горизонте были несколько тучек, таких темных тучек, черненьких, которые меня дико бесили. Кто-нибудь видел дизайн, к примеру, Пола Шерр или Дэвида Карсона? Вот можно ли вот такой дизайн оценить с точки зрения порядка и хаос? Ну то есть совершенно там, ну либо там беспорядок абсолютный, то есть совершенно сделано по каким-то другому принципу. Вот есть некая эстетика порядка, есть некая эстетика хаоса. И вот на этой стороне все люди, у которых я учился, которые мне очень нравились, Дитер Рамс, Армин Хоффман, Эмили Рудер, весь швейцарский дизайн в целом. А там была Пола Шерр, Дэвид Карсон, Загмастер, Новая волна и многие другие имена. То есть вот этого я не понимал. И в целом, как бы, понятное дело, что на то время я просто учился и читал книжки такие, которые связаны были вот с таким разделением. Поэтому мы не можем с точки зрения вот этого дизайна оценивать вот этот дизайн. И наоборот. Вот это дизайн функции, а это дизайн впечатления или образа даже, так скажем. Вот. То есть в целом вообще ситуация нездоровая. То есть мне она крайне не нравилась, потому что я абсолютно, ну, логично предположить, что существует что-то третье, что будет это все объединять. И мне нужно было найти как раз вот это третье так, чтобы я мог использовать и какой-то опыт вот того дизайна, и опыт этого дизайна. То есть таким образом я мог усилять, ну, мне казалось. Вторая проблема этого моего подхода, порядок, хаос, была еще в следующем. То есть как я себе представлял все это? Вот я создаю порядок, вот он здесь в центре, да, а вокруг это вот некий хаос. Соответственно, чем я больше создам порядка, тем меньше этого хаоса. Ну, я так себе представлял. Но по факту получается совсем наоборот. То есть чем больше порядка мы создаем, с тем большей хаотичностью мы сталкиваемся. То есть это классический аноксимандр в круг. Но в целом вот эта схема показывала, что что бы я ни делал, у меня все равно ничего не получится. Потому что вот этот размер хаоса будет пропорционально увеличиваться тому порядку, который я создаю. И в своей практической деятельности я сталкивался с тем же самым. То есть как вообще я поступал в то время? Я в то время думал так. Окей, если я хочу, чтобы мой дизайн жил долго, я должен прописать максимальные гайдлайны какие-то. То есть прописать, отправить клиенту, как можно пользоваться, как нельзя пользоваться. То есть я прямо уходил в какие-то детализации. Вплоть до того, что гайдлайн иногда превышал даже размер сайта целиком. Все равно по факту никто эти гайдлайны не читал, либо читали не все. Через месяц кто-нибудь из редакции уходит, на его место приходит новый человек, потом еще и еще, и в результате через полгода и год по факту никого не остается, кто помнит, что там что-то объясняли про какой-то сайт, про какие-то гайдлайны. То есть все это ломается. Почему? Потому что, опять же, все это держится на неких правилах. Правила нужно запоминать. Притом, когда правил много, нужно еще искать какую-то синергию этих правил, искать какие-то возможности, какую-то стратегию. Поэтому с правилами достаточно сложно работать. Для меня эта идея была тоже ключевая, потому что она для меня как будто всю проблему повернула на 90 градусов. Я понял, что порядок и хаос не делятся, порядок и есть хаос. И так же, как и хаос, есть порядок. То есть в целом вообще эта дихотомия, которую я изначально выбрал, она, скорее всего, ложная. Именно поэтому получается, что у нас есть какой-то дизайн порядка, дизайн хаоса. То есть странные какие-то сложные грабли получаются на ровном месте. Я начал искать какую-то другую дихотомию. Я подумал, что она может находиться где-то глубже или наоборот выше. То есть я искал то, что объединит и порядок, и хаоса делает чем-то единым. Это вот та дихотомия, которая, мне кажется, сейчас наиболее отвечающая моему дизайну. Я дальше просто покажу примеры, как я с этим работаю. Это дихотомия, это пара, это живое и неживое. Практический вопрос, который я сформулировал на ее основе, это как создать органическую систему в интерактивном формате. То есть я хотел получить сайт, который был бы не просто набором правил, а неким живым организмом, который развивается по определенным каким-то принципам, которые есть в нем самом. Дальше я просто попытался разобраться, просто проследите за мыслью. Есть живое, есть неживое. Живое – это у нас, по-моему, понятно, организм, соответственно, неживое – это какая-то система. Органика, случайность. То есть живое как раз то самое хаотичное, случайное, непредсказуемое. То есть мы не знаем, что выходим на улицу и что там будет. Будет дождь, не будет дождя, упадет кирпич, не упадет. Ну и, соответственно, как основной способ организации здесь пластика. И в неживом все с точностью до наоборот. Система, механика, определенность, то есть закономерность какая-то. И основная работа – это геометрия. То есть основной способ организации – это геометрический. То есть вся цивилизация, в целом, она как бы использует геометрические формы, построения. После этого я решил попробовать опуститься уже конкретно к сайтам. Я попробовал, опять же, создать такой список. Что у меня есть? С чем я вообще работаю всегда? То есть вот на сайте есть тексты. Тексты, они произвольные. То есть, понятно, у нас текст может длинный быть, может быть короткий. Он может быть с длинными словами, может быть какие-то короткие слова. Могут, опять же, абзацы есть длинные, короткие. У каждого текста, на самом деле, всегда есть определенная ритмика. И это имеет отношение к этой органике, к этому живому, тому, что мы не можем контролировать. Просто нам это дают, и мы это используем. Следующий момент – это, конечно, фотографии и иллюстрации. То есть они тоже обладают, во-первых, пропорциями, произвольные пропорции могут быть. То есть, соответственно, внутри цвет, свет, то есть все эти композиционные какие-то вещи. То есть само по себе фото, иллюстрация – это само такое некое окно в какое-то другое пространство. Ну и третье – это комбинация блоков, которая тоже, опять же, может происходить как-то совершенно произвольно. Ну, как нужно клиенту в тот или иной момент. Вот такую страницу он, собственно, и заверстает, используя комбинацию тех блоков, которые я подготовил. И второе – это механика, это по сути… То есть вот это материал, то есть это тот материал, с которым я работаю. Он физический. То есть я его получаю практически в самой постановке задач. То есть я вообще предлагаю, и студентам тоже объясняю, и предлагаю это использовать, смотреть на сайт как на некое пространство. Не как на экран, на какую-то плоскость, в которой мы взаимодействуем, а на самом деле как некое пространство, в которое мы уходим в глубину. То есть сайт, если посмотреть на него, там же много страниц, и мобильное приложение еще сложнее, много страниц, то есть это какая-то внутренняя архитектура. Она не трехмерная, она может быть многомерная. И, соответственно, я предлагаю сайт рассматривать именно как пространство со своей внутренней архитектурой. Я подумал, соответственно, что, окей, обычно что я делаю с материалами? Вот у меня есть сетка, есть фотографии. Я просто вставляю вот эту картинку или текст в определенный блок, юнит. И, соответственно, этот текст или картинка, она приобретает свою форму. То есть она старается попасть, заполнить максимальную площадь какого-то юнита. То есть таким образом у меня сетка определяет то, как выглядят все эти элементы. То есть она как бы расчесывает, в каком-то смысле так. Я так обычно работал. Здесь я попробовал подойти немножко по-другому. Я решил, что буду материал, попробую материал обыгрывать как скульптуру. То есть как некую своеобразную пластичную органичную форму. Не буду ее проектировать, а буду смотреть, что из нее получится. Просто задам такие условия, в которых эта форма будет сама по себе как-то проявляться. А я ее буду как бы усилять. И, соответственно, все это должно было держаться на какой-то очень простой, но жесткой архитектуре. То есть, как правило, это очень простая сетка, схема даже. Не сетка, а схема. К примеру, три колонки. И дальше я хотел просто показать примеры. Как раз первый пример. Это просто модули. Это была первая попытка. Я подумал, окей, как сделать так, чтобы была какая-то более интересная органическая форма. Давай я попробую усложнить сам модуль. То есть, по сути, мы видим прямоугольный модуль. Но за счет того, что я смещал их вот здесь, появляются какие-то новые уголочки. Она становится немножко сложнее, более прихотливой. Более того, видите, здесь геометрически понятно, как все это организовано по правой части. И вот видите, здесь есть область, и вот здесь она такая же. Но картинка в этой области не занимает полностью всю ширину и высоту. Она фитится. То есть, сюда можно подать абсолютно любую картинку, вертикальную, горизонтальную, квадратную. Она ровно зафитится именно в эту площадь. Но в результате я получаю какую-то вариативность. То есть, здесь у меня нет полей, здесь у меня поля появились. Плюс еще эти модуль начал смещать относительно друг друга. То есть, по-моему, на 40 пикселов. То есть, у меня получилась какая-то совершенно непривычная для меня история. Но вот видите, вот эти блоки, вот они просто под таким углом, получается, располагаются. То есть, здесь у нас идет справа налево и постоянно со смещением на 40 пикселов вниз. То есть, у меня получается некая такая зигзагообразная история. Следующий пример – это вот такой вот сайт. Здесь тоже интересный подход был, потому что обычная как сетку я использую. Вот у нас есть колонки. И я в эти колонки стараюсь поместить какую-то картинку. Ну вот, либо на одну колонку, либо на две, в зависимости от того, как мне необходимо. Здесь я начал использовать вот эти силовые линии не как границы для колонки, а как некую такую колонну, на которую я что-то вот навешиваю. Вот видите, здесь вот этот блок, он ровно по центру вот этой красной линии. Также и вот эти все блоки, они ровно по центру всех этих красных линий. Они просто висят на них. Но при этом, вот здесь это видно, но при этом заметьте, как здесь выстраивается сам модуль. То есть вот у меня есть модуль, и в нем, опять же, картинка, но она фитится. То есть может быть вот такая горизонтальная картинка, она, соответственно, фитится по центру и к низу. Здесь по центру и к левой части, потому что это вторая линия. А здесь третья справа. То есть я специально хотел максимально, так скажем, разрядить центр. Я очень доволен был этой сеткой, потому что она какая-то необычная очень. То есть она легко сжималась, она легко разжималась. Она при этом, несмотря на то, что в основе всего этого лежала абсолютно простая архитектура на четырех вот этих вот линиях, но при этом сам лонгрид начинал сам себя рисовать. Потому что я же абсолютно не знаю, какая картинка будет вот в этом юнити или вот в этом юнити. То есть это от меня не зависит, и это даже от клиента не зависит, но при этом решает его задачу. Я тогда работал над архитектурным сайтом, то есть это сайт для архитектурного бюро был, и у них была проблема с тем, что, ну знаете, у архитекторов очень много всяких рендеров, там, картинок 3D-шных. Они совершенно произвольны какой-то пропорции. И, как правило, была проблема в том, что вам нужно ресайзить все эти картинки, а не все хорошо ресайзятся, и вообще в целом на это требуется времени. И здесь я придумал, как обыграть это. То есть я вот этот баг с этими картинками превратил в какой-то, ну по сути, формообразующий принцип. То есть именно эти картинки создают вот этот общий рисунок вот этого лонгрида, который получился такой хаотичный. Они этого и хотели. То есть они хотели что-то такое бесформенное, но при этом, чтобы это вот на уровне системы работало как часы, было бы очень-очень простым. Дальше мне стало интересно, а как бы это выглядело, как такой способ мог бы сработать, ну вот органический такой, да, мог бы сработать с текстовым лонгридом, когда мне нужно как-то верстать текст. И вот родилась вот такая вот идея, такое решение. Вот смотрите, начинается все с двух абзацей, да, при этом второй абзац смещается на пять колонок, я помню, просто на пять колонок вправо, относительно первого абзаца. Соответственно, если появится третий абзац, то будет смещение обратно, влево. То есть получается как бы вот первый абзац опирается на вот эту левую часть, левый край экрана, а второй абзац на правую. И я вот таким образом как бы вот работаю, по сути, в таком каком-то шашечном порядке. Вот. Дальше, следующий момент. Дальше идет какой-то текст, ну какой-то более подробный там полный текст, да. Вот здесь тоже опять же есть абзацы. И здесь соблюдается тот же самый принцип, то есть есть первый абзац у меня дается, допустим, здесь справа, дальше следующий абзац идет со смещением на одну колонку влево и так дальше, да. То есть я, соответственно, вот таким вот образом работал. Обращу внимание, что если бы здесь не было второго абзаца, то вот этот подробный текст начался бы слева, да, и начался бы, вот он идет точно по такому же принципу. То есть получается, что вообще получилось? Получилось, что я просто это придумал, а дальше просто начал брать какой-то любой абсолютно контент. Это было важно, чтобы он был абсолютно любой, какой-то рандомный. То есть я вот откуда-то взял, брал и просто ставил и смотрел. И в результате этот дизайн начал рисовать сам себя. Потому что я абсолютно не знал, вот куда я пойду, направо, налево, да, то есть я не знал, как поведет себя текст. Но в нем есть определенный алгоритм, то есть опять же, в зависимости от того, там лид имеет у нас один абзац или два, ну, соответственно, вот он пойдет либо вправо, либо влево. Задача была кейс, да, и в кейсе есть картинки какие-то, да, и мне сказали, что мы не хотим тратить времени на то, чтобы делать кейс, потому что это очень сложно, долго, как бы мы запаримся, поэтому сделай что-нибудь такое, чтобы вот можно было делать легко. Ну, опять же, это, соответственно, я подумал, что подходит сюда вот это решение, которое с жесткой архитектурой и какой-то органической формой, да. Вот я, соответственно, просто задал сюда, что вот у нас есть один этаж с текстом, ну, понятно, да, и дальше идет второй этаж, который разбит на две части, ну, они практически прямоугольные, и в эти прямоугольные области фитятся картинки, и неважно, каких они пропорций, то есть если бы вот эта вот была очень горизонтальная, ну, она бы, соответственно, была бы горизонтальная, занимала бы полностью вот эту горизонталь. Единственная проблема, то, что картинки там были достаточно яркие, мне нужно было каким-то образом, ну, то есть не во всех кейсах, но вот в некоторых были очень яркие картинки, и прямо смотрелось, что вот этот дизайн, ну, тогда здесь все еще белое-черное было, что он в целом начинает спорить с самими картинками, то есть вот бывает такое, когда особенно вот с каким-то дизайном таким минималистичным, он начинает спорить и не дружить с какими-то яркими картинками. Вот, и здесь мне пришла мысль просто, ну, это, кстати, все фигме сделано, да, мне пришла мысль, что этот воздух нужно подсветить, как будто, ну, его туманом, условно говоря, его как-то наполнить, да, так, чтобы этот туман начал светиться. Поэтому я просто вот эти плашки белые, которые были на фоне, я их поставил 1% прозрачности и сделал background blur. Вот, и получился вот такой эффект. Видите, здесь на самом деле прямо красиво получается, когда они, здесь цвет переходит, то есть очень воздушная какая-то история получается. Вот, и оказалось, что вот это решение, опять же, оно в сторону органичности, то есть пространство здесь не просто делит, оно еще и объединяет все эти картинки, держит их в какой-то одной среде, то есть тоже какой-то организм получается. Посмотрите, как воздух здесь двигается, вот в этих местах, в которых, ну, по идее, ничего важного не происходит. То есть все это, он как бы связывает это, то есть система, визуальная система получилась гораздо более органичной, чем изначально, как я это делал раньше. К чему я все это говорил? К тому, что вот эта позиция изначально, если бы я тогда не задался вопросом, о чем я, собственно, занимаюсь, что такое порядок и хаос, я бы, наверное, не смог бы прийти к такому решению. То есть мы зачастую идем, ищем решение не на поверхности, а где-то в глубине себя. И чаще всего это решение на уровне каком-то метафизическом. Ну, то есть, условно, вот мой любимый Фаворский, я просто читал в книжке Булатова, «Живу дальше», там была история про то, что Фаворский говорил молодому еще Булатову о том, что черное — это зло, а белое — это добро. И вся проблема, вся трагедия художника заключается в том, что художник вынужден постоянно касаться добра и зла. То есть наша профессия, и в том числе я, кстати, не согласен с предыдущим спикером насчет того, что дизайн — это не искусство. Дизайн — это искусство. Более того, дизайн — это одно из немногих практических искусств, такой же, как архитектура. То есть сейчас очень мало искусств, которые имели бы какой-то практический характер. Дизайн — это одно из таких искусств. И мы должны относиться к дизайну, и подходить к нему как к искусству. И в этом смысле как раз слова Фаворского, они больше про искусство, но и про нас тоже. Потому что каждый раз, когда я создаю сайт, я тоже касаюсь вот этих вещей — порядка, хаоса, добра, зла, черного и белого. И, соответственно, тут очень важна вот эта личная внутренняя позиция любого человека, каждого из вас. как вы решаете, как мир ваш построен, как вы решаете, как вы находите баланс между черным и белым, между добром и злом, между хаосом и порядком. И все это так или иначе находит свое применение в нашей профессиональной жизни. Потому что не говори, а бытие определяет сознание, а сознание определяет бытие. И у нас есть вот эта профдеформация, и просто спустя какое-то время, через пять, через семь лет вы все это почувствуете, и вы начнете понимать, что вы живете так, как вы рисуете дизайн, а не наоборот. То есть дизайн, так же, как искусство, очень проективная вещь. И по любому дизайнеру, я просто вижу по своим студентам, что я могу посмотреть работу дизайнера и понять о человеке. То есть как раз вот эти его какие-то базовые, внутренние ценности, вот эту позицию внутреннюю, пусть она метафизическая, условно говоря, но я понимаю, вот человек мне близок или не близок. То есть мы с ним на одной какой-то, в одну сторону, так скажем, идем, или в разные стороны. Наверное, я на этом и закончу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...